Всем привет, дорогие зрители, вы на территории Олимпии Зла, и сейчас у меня для вас очень хорошая новость. Футбольный клуб Нижний Новгород не пустил в Высшую Ливу очередное москва-албаское говно. Опустил нахуй футбольный недоклуб Родина, который имеет наглость называться клубом. Клуб, который наполовину медиалижный клуб. А я сразу говорю, говорю сейчас и говорю всегда, что медиалига это говнище ебанное, блядь. Медиалиге в РПЛ не место, и медиалижным клубам в РПЛ тоже не место. И уж сколько я не люблю пари НН, вот за то, что не прогнулись под букмекеров, но, блядь, даже пари НН лучше, чем это говнище ебанное, блядь. Поэтому поздравляю всех вас. В следующем сезоне от Москва-Абада у нас будет только 4 клуба. Вот 4. Не будет даже подмосковщих всяких разных. Это зашибисная просто новость для всего нашего чемпионата. Дальше Факел и Енисей. Я на самом деле желаю выхода и тем, и тем, в вышку. Потому что Енисей это Красноярск, это Сибирь. Футбол России должен быть футболом России, а не футболом Европейской части России. Ну и Воронежа я тоже симпатизирую. Воронежа заебистные болельщики. Ну, конечно, честно сказать, я больше симпатизирую Енисею. Я надеялся, что Факел попадет как раз таки на Москва-Абадскую родину. А пари НН на Енисеи. И в вышку выйдет Енисей. И останется Факел. Ну, получилось так и получилось. Паре НН остается. Ну, а в паре Факел и Енисеи я чуть больше буду симпатизировать все-таки Енисею. Но за Факел и остаться тоже. Порадуюсь. Если даже говорить с точки зрения того, кто больше прогибается по цене Факела или Енисеи, Енисей тоже называют Фармфулом Спартака. Так что разницы между ними особо никакой нет.